Продемонстрируйте презентацию Но каждый день работая над докладом, я решил сфокусировать тему, тем более что дано всего 10 минут И несколько перефразировал, переименовал этот доклад, называется теперь «Советское корейство. Номенклатуре Северной Кореи». Почему я это сделал? Сделал я это для того, чтобы привлечь внимание, даже не каким-то общим заголовком, а более специфическим И сделать это для заявки какого-то перспективного совместного проекта на основании подписанного нами сегодня соглашения Но об этом немножко подробнее. Поэтому я введу в курс дела, о чем идет здесь речь Речь идет о том, каким образом была проведена селекция и специальное командирование советских корейцев в Северной Корее Это вот, значит, начиная с 1946 года и по началу 60-х годов разными группами отправляли в Северную Корею Значит, да, это было решение КПСС и Совмина. Но изначально это был даже Совнарком И второе вот о советских корейцев в северокорейской номенклатуре Ну вот эта тема, как вы понимаете, она была табуизирована в советской историографии И вот от табу в советской историографии мы дошли до приоритета До некого приоритета в дискурсе современного кореведения Я имею ввиду мирового кореведения, это, значит, интерес проявили теперь ученые из ряда стран Это и книги, это документальные фильмы, это конференции и так далее, и так далее Поэтому вот целью доклада и основными задачами я определил ревизию, значит, достижений То есть, что на сегодняшний день мы имеем, корпус источников, что мы на сегодня имеем Далее вот о самом механизме селекции и отправки Северной Кореи И самое основное, это как были представлены советские корейцы в номенклатуре КНДР 50-60-х годов Так, ну, кратко поясню, безусловно, что такое номенклатура Вот, если коллеги, так сказать, не занимались советским периодом нашей истории Ну, и заключение, предварительные итоги определения трендов разработки производительной темы То, что касается ревизии достижений Да, пионерами в разработке темы были не мы, то есть, не русскоязычные историки Не южнокорейские и северокорейские, а даже не американские или европейские А вот, если вы посмотрите по фамилиям, то это все фамилии, как бы, корейские Но они все южнокорейцы, проживавшие долгое время в Соединенных Штатах Вот, до Соды и Сука И профессор Козан Мо, он, ну, практически всю жизнь прожил в Хельсинки Затем он работал у нас в Казахстане, в Алма-Ате А вот, в российском корееведении, безусловно, приоритет принадлежит Андрею Николаевичу Ланькову Он в начале 90-х, в середине 90-х, вот, много работал И, вот, смог достать из секретных фондов архива внешней политики России Современной истории И мы, как бы, на тот момент, вот, параллельно занимались этой темой Затем уже в нулевых годах, в конце 90-х, нулевых годах Появилась мемуарная литература на корейском языке Это, значит, Кан Сон Ход Тен Сан Тин, Тян Хак Пон Это все советские корейцы, которые были в Северной Корее Занимали высокие должности Да, это, ну, по всей обойме Всего там начинают партии, правительства, армии и так далее, и так далее Это я позже еще скажу Мемуарная справочная литература есть Частично опубликована, частично нет То, что касается научных публикаций Это даже позже нулевых В основном это десятые годы Николай Федорович Бугай Ваш покорный слуга Мой коллега, мент Дмитрий Вальбонович Вот, профессор Курского Государственного университета Селиванов Игорь Николаевич Мы с ним сотрудничали по одному проекту И Сон Джана Григорьевна Хотя, так сказать, практически для всех Эта тема не является основной Она является как бы фрагментарной Из вот того исследовательского поля Которым занимаются названные исследователи Это все занимаются либо корейцами России СССР или СНГ И надо сказать, что вот в последние годы Опять-таки в последние годы Появились в Южной Корее Это даже не исследователь, я бы сказал Хотя назвал их исследователем Ким Гу Ху Он журналист И, значит, работал в крупнейшей газете Много ездил в Москву Встречался В середине 90-х Собирал интервью еще тех живых Советских корейцев Которые были в Северной Корее А книгу он издал довольно поздно Несколько лет тому назад А Удахен, это всего лишь магистр Сеульского университета Но написал неплохую работу Ну и, естественно, эта тема Так или иначе отражалась в газетах и журналах То, что касается Как происходила селекция Но вот, знаете, до сих пор ведь не обнаружен этот исходный документ Это должно быть, скорее всего, совмещенное постановление СКПСС и Совнаркома Это до 15 марта 46-го года Хотя этот вопрос обсуждался То есть до 46-го года Сразу же после войны, освобождения Кореи Уже встал вопрос о том, как помочь Ким Ир Сену Он же со своим небольшим отрядом Он не имел никакого влияния, авторитета Никакого опыта государственного строительства Там, партийного руководства и так далее И так далее Ну, естественно, должен был быть и Совмин в этом вопросе задействован То есть Ну, у нас же есть практика, так сказать, совместного постановления А может, это было раздельно То есть мы не знаем Мы знаем только, что весной 46-го года поступило распоряжение из Москвы Не указано, какое где Это все документы были с грифом совершенно секретно Но мне довелось их получить у нас, здесь, в Казахстане, в Порт-Архиве Где говорится, что нужно Вот в этих распоряжениях говорилось Что нужно поставить на учет всех корейцев-кандидатов На отправку в Северную Корею Так вот, это даже не союзное, а республиканское распоряжение То есть это распоряжение ЦК Компартии Казахстана По Казахстану мы выявили уже полностью все списки Те, по которым отрабатывались, да Начиная там с районных райкомов, там с предприятий, там с учреждений С каких-то промышленных предприятий То есть все, кто подходил по партийности, по знанию языка, по стажу работы, по опыту руководства и так далее, и так далее Так, в Узбекистане и этого нет То есть нет даже этих первоначальных списков Так, известно, что вот отобранных, то есть отбиралось снизу вверх Потом уже, когда утверждалось республиканские ЦК, это уходило в Москву И в Москве было окончательное утверждение А после Москвы уже отправляли, да И московские СИТ, ЦК тоже некоторые не проходили Мы знаем только о первых трех группах отправки Сколько, когда выехали из Москвы, когда прибыли в Финьян А по остальным сведений нет То есть предположительно это было, ну, может быть, 8-9 групп Может быть, больше Мы не знаем об отправке членов семей Совместно она или была раздельна Скорее всего, она была иногда совместна, иногда раздельна Это вот, судя по моим документам Техническая сторона неизвестна То есть понятно, что самолетами не летали Но если даже и поездом, то как? Так, то есть каким образом были пересадки из Алматы в Москву Из Москвы до Куда И потом как северокорейские границы подъезжали Ясное дело, что тогда смычки не было И в Северную Корею въехать на поезде было нельзя Самолетам тоже нет Соответственно, видимо, там с Ворошилова, с Краскина Передвигались уже на автомашинах Каким образом происходило обустройство северной Кореи Нам тоже неизвестно Неизвестно Это условия оплаты труда и так далее Вот, значит, что я посчитал Вот, всего по годам Значит, сколько было человек И возрастные когорты Если посмотреть И это понятно, это логично Это было даже априорно вычислить Самые трудоактивные были люди Вот в возрасте 36 лет Так, вот, начиная, скажем, от 30 и до 40 лет Так, хотя были совершенно, оказывается, молодые Я удивился Вот три человека от 18 до 20 лет и так далее Да, но, естественно, лиц преклонного возраста тоже не было Так, теперь вот основная часть Это советский, корейский, сверхкорейский номенклатура Ну, мы знаем, что такое номенклатура Да, если те, кто жил в советское время Я родился в Советском Союзе И большую часть провел в этот период Что вот номенклатуры называли Вот особую такую социальную группу людей Занимавших руководящие посты Вот, в принципе, во всех сферах жизнедеятельности Или общества Но самое-то главное было, конечно, партия и правительство В первую очередь Хотя в номенклатуру ходили и народные артисты И писатели и так далее И генералы, и главнокоманды Да, 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 хорошо Да, дайте мне две минуты тогда, хорошо? Значит, вот, оказавшись в Северной Корее Советские корейцы должны были, значит, конкурировать С четырьмя этими группами, которые оказались там Это местная, янянская, партизанская и советская Вот, в итоге я здесь показываю, значит Каким образом была представлена номенклатура советских корейцев Где они и занимали основные должности, да? Если, кстати, общее количество их было, ну, порядка Вот, активных около 300 человек То это, естественно, партия, это правительство Государственные органы и армия Ну, вы знаете, что Северная Корея строилась на Сунгуне То есть на сотрудничестве армии с партией, да? Вот если посмотреть офицерский состав Вы представляете, что, значит, вот 70 генералов было И среди советских корейцев, да? Главнокомандующие армиями, там, да? Родами войск и так далее То есть старшими офицерами было больше половины Это генерал-полковники, лейтенанты, майоры, полковники Так? Ну, а теперь, значит, в военной номенклатуре Вот если посмотреть, значит, где занимали какие должности и сколько, да? Это 63 человека из общей выборки Это архивный документ, где 152 человека было Консульский отдел выдавал на 52-й год на войну Можем видеть, что вот в политуправлении, в инженерных половых Руководители, преподаватели военных училищ Хотя вот среди командующими родами войска армейских частей Это же 8 человек были и адмиралы И, значит, три адмирала в МФ Северной Кореи Заключением Заключением мы можем сказать, что да Вот роль заслуги советских корейцев в защите и в становлении КДР Почему защита? Потому что это была корейская война И без советских корейцев на самом деле было бы сложно даже выдержать это Хотя это утавилось Вы знаете, что во всех книгах, во всех музейных экспозициях Фигурирует нам Ир И написано, что он подписал по Минджобе перемирие Но нигде не написано, что это нам Яков Значит, да, из Узбекистана бывший учитель Так, нигде, нигде это не написано Да Второе, что существует множество лакон и тем Отмеченных еще до сих пор красными флажками По теме условной, которую он назвал совкор, совкор То есть советской корейцев с Верной Кореей Так, и на сегодняшний день мы должны, мы концентрируем вот такую широкую дисперсию И пространство временной этих источников И информантов И информантов имеется на уровне теперь уже детей Уже очень преклонного возраста, на котором вместе с родителями находились пиньяни Поэтому, коллеги, у меня есть вот предложение о том, что давайте подумаем Каким образом разработать такой консолидированный проект научный Почему? Потому что очень многое находится в архивах России Так, причем вот и в дальневосточных регионах, и в центральных архивах В Сибирске каких-то, и у нас здесь, значит, в Узбекистане, в Казахстане Естественно, есть какие-то документы и, значит, в Америке Это касается военной разведки И в Северной и Южной Корее Я очень надеюсь, что эта тема могла бы привлечь всех, кто выслушал мой доклад Спасибо большое Спасибо, Герман Николаевич Я думаю, что у вас подписано аналитарное соглашение Как раз вот это и может быть послужить одним из конкретных управлений нашей страны Спасибо 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 Спасибо